Работы идут по плану. В микрорайоне Зенина практически завершено строительство школы на 1100 мест. Сейчас ведутся отделочные работы и монтаж оборудования. Глава Люберец Владимир Ужицкий побывал в здании будущей школы и оценил выполненные работы. Строительство этой школы началось в 2018 году. По регламенту у строителей было 18 месяцев, чтобы полностью завершить все работы. С поставленной задачей подрядчики справляются. В соответствии с контрактом 1 марта они должны подать документы на получение заключения о соответствии. Завершаются отделочные работы. Идет монтаж технологического оборудования. В ближайшее время начнем клининг. То есть, в принципе, мы на завершающем этапе готовимся к извещению госстроенадзора о завершении строительно-монтажных работ. Площадь школы почти 19 тысяч квадратных метров. Помимо учебных классов и лабораторий, здесь есть актовый зал. Он уже готов к приему зрителей. Три спортивных зала, библиотека и большая столовая на 550 мест. Новая школа, которая получит порядковый номер 28, корпус 2, рассчитана на 1100 учеников. С вводом ее в эксплуатацию потребность в учебных заведениях в микрорайоне будет полностью закрыта. Хорошая современная школа. Я думаю, что в микрорайоне такие школы должны быть. И самое главное, люди на такие школы рассчитывают. Более того, у нас в последние годы есть некий стандарт, практика. Именно такие школы вводятся в эксплуатацию. Поэтому я думаю, что ребятишки, которые придут сюда учиться, они будут получать, кроме знаний, знания – это самое главное, ну еще и удовольствие от школы, и от общения. Ожидается, что новая школа распахнет свои двери для учащихся 1 сентября. Также в 2021 году в городском округе планируется сдача пристройки к зданию школы 59 в деревне Марусино и двух новых школ в Томилине и Люберцах. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.